приветствую всех дорогие друзья и гости канала выживала у нас сегодня обзор на армейские рп в простонародье сухпайки что мы собственно здесь имеем вот такой вот обыкновенный армейские рп под номером 5 вес 2 килограмма 100 грамм и вот такой вот усиленный офицерский рп вес 2 килограмма 500 грамм также считается суточным вот этот хавка на одни сутки и вот этот рп хоть и усиленный но тоже рассчитан на одни сутки давайте собственно посмотрим что они в себе интересного содержат я пожалуй начну с вот этого обычного рп офицерский мы пока отложим в сторону посмотрим чем его нашпиговали ну смотрим что-то тут выпало сливки а просто необходимая вещь естественно для выживания и так далее ну что собственно вот такой вот ящичек достаточно все неплохо тут лежит но вообще не в этом суть как это лежит это барахло давайте посмотрим собственно что здесь на самом деле то есть так давайте по-быстрому разберемся желательная резинка 10 штук концентрат для напитка бодрящий какой-то так перец черный молотый так 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 пюре из яблок яблочное пюрешка икра из овощей нормально так паштет нежный фарш колбасный вот эти крикеты брикеты ненавижу это барахло абсолютно безвкусная 2 какой две три пластиковые ложки абсолютно никчемный пластик то есть вот видите сразу она ломается так концентрат для напитка сухой тоже какой-то компот бабушкин две штуки вот это что повидло яблочное так 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 по-быстрому давайте чтобы не затягивать сахар 3 упаковочки я люблю сахар армейский шоколад такая маленькая шоколадочка так так три таблетки сухого горючего плюс металлическая подставочка имитирующая комфорку плитку там не знаю бекон армейский сыр плавленый стерилизованный королевский слон чай из прошлого века какой-то я таких суша с роду не видел салфетка дезинфицирующие три штуки набор из шести вот таких вот спичек с чирковым так еще один слон кофе также это я не знаю блять из девяностых вот это день эту арабику взяли какую-то вот это что соль маленькая такая вот соль вот эта таблетка это мультивитамин к но грубо говоря здесь более двух каких-то рандомных витаминов абсолютно непонятно они нихера не пишут сел вроде бодряка типа словил универсальный солдат гуляш с картофелем заманчиво звучит и так рис с курицей овощами блять помятая все через я не знаю как будто блять чего не делали как можно было в целой абсолютно коробки вот с виду она абсолютно не мятая да но это явно недоставка это вот понимаете и там мочканули где-то на складе или что ну не растеклась и бог с не говядина тушеная первый сорт интересно попробуем естественно ну и здесь вот остались три таблеточки для дезинфекции воды не о чем на и в принципе вещица какие-то инструкции и вот такой вот пластиковый нож не знаю для чего но я еле надавил его видели что могу сказать по содержимому данного рп ну в принципе интересные позиции но жрать то тут по сути что вот эти вот три контейнера гуляш с картофелем рис с курицей овощами и говядина тушеная вот собственно это и составляет основную собственно массу этого и рп вот это вот всякая чепуха но это как закуски какие-то швейцарские то есть ну что это ну с гулькин этот как бы ну я не знаю это мало смотрите вот этот рп он в среднем стоит рублей 700 800 примерно так и вот это вот вот просто эту сумму перенесем давайте на вот этот хлам я не знаю собственно вот эта куча куча мало да она большая большая за счет вот этих сушеного хлеба этого беспонтового и повидло и херова туча всевозможных пакетов собственно хавать только вот несколько штук чем не вот знаете еще интересно три таблетки сухого горючего всего три почему три ребят ну ладно хорошо по одной таблетки допустим на каждый из этих контейнеров основных а дальше что вот эти вот беконы фарш и там паштеты чем я должен разогревать спичкой что ли вот этой или в руках погреть непонятно тем более упаковка позволяет положить сука четвертую таблетку видите шалды йобицы тут три таблетки есть место по 4 почему не положить 4 таблетки вот на 4 можно было бы все это и до греть собственно непонятная история честно говоря также здесь что тут много чая да тут вот кофе там вот эти напитки какие-то хорошо но ситуация бывает абсолютно разное где я вам возьму какую-то посудку стаканчик там хотя бы до элементарно где это могу заварить попить это собственно ну вот правда на рынке очень много вариаций складных стаканчиков пластиковых металлических любых он не занимает место неужели нельзя было укомплектовать таким стаканчиком но серьезно ребят ну блин перец вот положил на мокрый стол перцу пришла хана все в принципе давайте пытаться греть будем дегустировать что она из себя представляет я тут так подумал для сравнения для наглядного нужно сначала на все это посмотреть на содержимое вот этого рп и сравнить визуально хотя бы с содержимым офицерского давайте пока что вот это все сторону отодвину сейчас и буду доставать содержимое офицерского рп так нам будет понятней хотя бы что он из себя представляет эта разница в этих двух рп шках будем надеяться что офицерский себя оправдает дело в том что офицерский рп стоит практически в два раза дороже чем вот этот обыкновенный наверное есть как говорится за что будем смотреть и так волнительный момент ух ну тут тут кэш пожирнее как-то комплектация судя по вот этим вот баночкам нас встречают вот такие вот салфеточки sugar sugar daddy почему-то название английская русская описание русская ладно три пакетика сахара как и там салфетки дезинфицирующие три штуки концентрат сухпайок натуральные напитки тонечкой ёпт донечка монечка майский чай майский не знаю какой из них лучше слон этот майский кофе точно такой же обратите внимание идентичный кофе вот этот уже слипшийся такие же абсолютно спички три пластиковые ложки но надо отдать должное ложкам выглядят они подороже конечно же и на 0 анти ё-моё бля держит нагрузку это серьезнее до ложки ложки топ так фарш любительский особый как бы непонятно из чего он потому что просто фарш сыр плавленный стерилизованный точно такой же ребят точно такой же как и в этом в обычном сухпайке ладно мед но это надо же ребят мед мед натуральный 20 грамм интересно интересно попробуем икра из кабачков чё у нас было здесь икра просто из овощей в обычном а здесь из кабачков хорошо опять сухое горючее с подставочкой обратите внимание на этот пиздец непонятный где 4 таблетка где я спрашиваю 4 таблетка на хоть что такое паста шоколадно-ореховая чё-то какая-то банка и она вся как будто атомную войну переживать что-то вся в разводах черно-белое ударенное дно посмотрим крикеты эти брикеты хлеб офицерские и пиздец какой-то шоколадец а собственно то и все ну смысле все из мелочевки и пошла вот пошли консервы говядина тушеная высший сорт ребят высший сорт интересно следующая баночка каша рисовая с говядиной третья баночка каша гречневая с говядиной и четвертая банка каша перловая с говядиной то есть у нас тут все с говядиной но банки массивные есть есть какое-то предвкушение того что этим нажраться по крайней мере можно ну и так же вот мелочевка осталось перец черный три таблетки для дезинфекции воды и собственно вот кусочек кусочек блядь соли и все ребят и все коробочек то пустой собственно так 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 а что мы видим как будто бы барахла в обычному рп рпшки на самом деле больше чем здесь здесь в основную массу в офицерском занимают конечно же банки с тушенкой ну конечно вот сколько для сравнения вот эти контейнеры они весят 250 грамм то есть основная хавка в обычном рп это 250 грамм контейнеры а здесь каждая банка это триста сорок грамм до в одной триста тридцать восемь охуели блять два грамма пизданули представляете 3 3 банки по триста сорок грамм и одна банка триста тридцать восемь это блять просто я не знаю верх производственной мощности ну что хотелось бы сказать предварительно я немножко разочарован содержимым данных рпшек просто потому что как по мне здесь очень много лишнего хлама очень много то есть съедобного по факту здесь вот в офицерском рп это четыре банки консервы в обычном рп это вот четыре контейнера вот эти вот все остальное какая-то такая знаете расходник чепуховый непонятно абсолютно зачем вот эти тысячи компотов мы их еще кстати попробуем я даже не представляю что это такое кофе вот это с 90-х я не знаю честно говоря не знаю естественно нужно это все продегустировать есть это хотя бы можно или нет лично просто скажу с вот этот вот набор весь из двух этих рп два с половиной килограмма и 2 100 это насколько 4 600 мало ребят мало крайне мало потому что ну допустим я съедаю где-то 6 килограмм минимум еды в день особенно если какие-то походные условия природные здесь каждый из отдельных наборов заявлен как суточный для кого для стручка какого-нибудь ну хорошо давайте пробовать многие из вас наверняка помнят как я дегустировал дешевые консервы и многие меня упрекали в том что я ничего не разогревал поэтому это все оказалось таким невкусным вот если бы ты разогрел это было гораздо вкуснее и ты бы так не кривлялся не знаю ребят я подготовился серьезно с 8 подготовился смотрите тут элементарно есть вот эти вот таблетки на которых мы это все будем играть какие проблемы а проблемы охуенные элементарно потому что вот эта упаковка она не открывается как бы ты ни старался и что интересно чем хорошо у меня вот есть китайская вот такая походная вилка ложка нож вот она пригодилась кстати 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 открыл и так собственно конфорочка вот это да непонятно я как она работает вот это видимо вот такая вот чепуха подставочка делается вот таким образом вот так вот складывается звездочка ниндзя берется таблеточка сухого горючего кладется посередине и все это поджигается поджигается чем естественно можно использовать вот эту термоядерную спичку все это так запечатано сука чтоб нельзя было как-то это сделать по-нормальному чтобы раз и открыл как-то на вот этих вот застежках сука клипсах не знаю совсем приходится работать и так что для для начала для начала давайте продегустируем блюдо из обычного сухопайка говядина тушеная первый сорт вот это будет первым что я буду разогревать ку я чуть не взорвалась так разжигаем таблеточку спичка то хорошо горит она как бы прогорела таблетка чуть-чуть занялась вон сверху непонятно вроде как горит вот пламя есть понимаете вот пламя есть на камеру скорее всего не видно она разгорается хорошо я дам ей возможность чуть-чуть разгореться жар такой что вот я держу руку вы понимаете да то есть не для глупых вот этот вот тест с рукой как за счет такого выделения тепла можно что-то серьезно разогреть ну подождем она разгорается единственно что похоже плохая идея это было установить на картон благо я брал с собой походную вот такую вода она то нагревается ребятки вот такая походная у меня сковородка из набора она металлическая сейчас мы на нее поставим вот замечательно что таблетка вроде разгорелась давайте посмотрим сейчас я это открою все дело по первым впечатлениям ну ничего запах такой ничего у меня сейчас борода полыхнет что ты отсюда лезешь ставим ставим разогревать пламя какое-то дебильная правда туда идет она валит как бы прям мне в лицо ладно но это это такая херня вот серьезно я должен греть вот эти все консервы на таблетках очень неустойчивая вот она практически падает вот это чудо подставка какая-то под эти таблетки сколько это будет длиться но серьезно как бы ребят я есть хочу допустим снизу там что-то подогревается ну консистенция как сказать видно какое-то мясо пары напоминают такое ощущение что у меня борода зашкорчал то не вроде паленый волосом не пахнет надо аккуратненько пламя за ебло мне уже эта таблетка сейчас просто взорвется такое ощущение сильно разгорается на самом деле смотрите но подставка полная хрень полная чтобы на этом что-то греть это себя просто не уважать ты вот хочешь и это помешать дело да ты берешься и здесь везде вырываются языки пламени то есть это ну это жопа какая-то а не ребята хуйня так дело не пойдет а ну-ка съебни чудо горелка вонючка так как я предвидел данную ситуацию с этими таблетками я примерно предполагал что ни хрена на них нормально ничего нельзя разогреть и это будет очень долго и неудобно я прихватил с собой естественно свою любимую походную плиту я кстати с ней еще в 69 вьетнаме был там под камбоджи в джунглях рис варил до сих пор ходит отличные плиты делали и кстати до сих пор делают так вот идеальное решение не будем клупать голову насчет вот этих вот таблеток и прочей ерунде не и будем все разогревать это на плите я тут так прикинул что лучше всего в своей вот этой походной сковородочке это все и разогревать уже контейнеры как их потом брать руками вот это тоже как бы такой момент не предусмотрены хорошо ты разогрел данный контейнер а дальше что ну реально никакого-то прихвата блять ухвата ручки какой-то ничего чем его брать непонятно у сковородки хотя бы ручки есть упростим себе жизнь ну что по первому виду ребят ну какой-то там мясо есть блять непонятно какой жир вот этот сплошной какой-то напрочь залепил все здесь на китайская походная ложка жаба залип залипает вся какая-то и ну какой жар от нее так сейчас подрегулируем вот и все вот разогреваем по-нормальному по человечески не на каких-то грёбанных таблетках непонятных напоминаю это у нас говядина тушеная первый сорт из обыкновенного сухпайка мгновенно ну другое дело ё-моё таблетка что б сделать чуть бороду мне не спалила и в итоге толком ничего абсолютно не разогрела здесь вот уже три секунды смотрите чем не то вам говорить сами все видите моментально разогревать моментально пухухухухухухухухухухух пожалуй даже хватит хватит ребят куда я буду этот обзор делать вечный я его просто и и не попробую если она сейчас через чур сильно разогреется этого будет достаточно жирок более-менее расплавился бульон какой-то пошел в принципе можно пробовать так же что он это тушеночка то говяжий себя представляет ну вот вам видно такое конечно волокна кое-где вот присутствует но видно что это все те же ребятки рога и копыта в принципе вот много непонятной субстанции жир не жир который не расплавляется и собственно ну сильно перемолотая какое-то отвратительное хрючево посмотрим что это на вкус ну как сказать блядано перед соленым до соленая очень на вкус ничего понятно что вот жилы какие-то сопли с хвоста тут шерсть коровы чуть-чуть по сути вкусно до консистенция чувствуется что прям требухи кого-то накидали но жрать можно пойдет опять же редис на очень соленая очень соленая так вот собственно у нас же сравнение хорошо из обычного пайка мы схавали эту говядину кое-как я ее кстати съел и все равно было мало но соленая до сих пор так это каша давайте попробуем теперь из офицерского тоже что-нибудь вот говядина тушеная вот именно говядина без примеси каши давайте собственно сравним качество говядины в обычном рп и вот в офицерском оба на ну что он набитого примерно такое же то по запаху тоже не хотя здесь вот знаете блять тухлячок какой-то ну не то чтобы тухлячок ну что-то нехорошее не особо нравится этот запах давайте смотреть собственно что здесь есть ну-ка чем нас удивит офицерская говядина но на первый взгляд тут волокон мясе как бы побольше наверное все таки есть какие-то подобие кусков что ли что-то более цельное хотя хотя в общей сложности вот ну такая же вы блять ну это страшно ну чё я буду базарить но страшно самом деле вот страшновато я консистенция до отчасти волокон больше есть более наверное нормальные кусочки какие-то действительно а так в целом примерно одно и то же ну на вид по крайней мере попробуем что это будет на вкус до кусочков побольше а так жир почему-то весь на дне застрял там застыл это ложка китайская не вывозит такую нагрузку просто она выглядеть маленькая сейчас я склопну этот жир весь вот так но опять вот она все позастряла тут собственно картина вот такая лаврушка до свидания что будем греть что делать плиточка свое то хорошо отрабатывать ну сразу начинает разогревать другое дело так сейчас посмотрим тоже сильно не буду кочегарить потому что жрать будет невозможно горячую шкорчит черт по запаху так ты не особо я бы сказал не отличается принципе от той по запаху но когда открыл какая-то ванизма присутствовала непонятная я такой запах даже описать не могу ничего пожалуй хватит ее греть иначе я не смогу есть это пиздец сейчас ну блять издеваются она еще солоней реально она еще солоней раза в полтора чем-то на вкус ничем не отличается вот одно и то же нет так просто вы не съедите она очень соленая то блять была соленая сюда еще в ебали не понятно оказалось что в обычном сухпайке говядина была была лучше что давайте теперь устроим батл рисовых каш в обычном рп рисовая каша конечно с курицей овощами а в офицерском каши рисовая с говядиной ну все же давайте посмотрим что она из себя представляет я вот ее открыл и как-то ну видите что здесь это собственно такой шлакоблок типа литой напоминает вот на первый взгляд понюхаем чё на ой бля залежавшийся знаете вот этот лет пять где-то в бабушкиной каморке в столе он лежал там за пакетами блять ну запах такой конечно мерзкий ну вот именно старья какого-то не знаю что тут конечно на вкус будет так с первого взгляда мяса тут абсолютно никакого нет овощей собственно тоже кроме какая-то типа вот морковочка там где-то виднеется и всего заплясала бля беда да с кашей что-то по ходу беда какая-то душок моментально пошел уху зашипел рисочек с курочкой которая здесь нет так без фанатизма разогрею естественно слегка а тоже многие умничают типа холодная есть невозможно вот если ты нагрел нагрел обогрел суть в основном то не меняется зачастую даже разогрета еще и хуже на сковорода это я как-то говорил она ебанская она пригорает просто моментально китайские сволочь это не сковородка я не знаю покрытие простой говнище ладно хорошо 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 стоит как задымил то что давайте пробовать рисовую кашку с курицей для запах нам еще хуже стал вообще просто вы блять тонул ладно ради вас еще кусочек чтобы уточнить вкус хуже этой каши только моя жизнь наверно мнение вообще не соленая слова совсем рис какого-то странного вкуса вот этого затклого как и запах курицы здесь нет слову совсем все это какая-то вот примесь какие-то вот типа фарша куриного вот этого размазали по всей этой каше и его принципе не видно овощей нет естественно вот кусочки какой-то морковки прелой больше ничего отвратительная рисовая каша прям минусую конкретно знаете зачем я вообще снимаю вот этот вот обзор просто интересно чтобы люди понимали с чем они имеют дело ведь эти наборы чаще всего люди покупают просто в подарок кому-то покупают чтобы брать с собой в поход просто дома похавать ведь они даже чаще всего представлений не имеют что это из себя такое какой она на вкус можно ли вообще есть поэтому данный обзор для таких людей для вас так ну что битва рисовых каш берем офицерскую из офицерского рп рисовую кашу будем собственно ее дегустировать теперь насколько она хороша или плоха в отличие от той чуть палец не оторвало к хуям ну то было с курицей типа каша это с говядиной ну сверху просто слепок сейчас перевернем посмотрим к сожалению прошлая каша засрала мою сковородку чего тут у нас с этой кашей но какая-то повторяется история я так понимаю они в кашу вообще не не кладут мясо цельное они его перемалывают типа наверно фарш потому что здесь вот рис он с красным с красной такой примесью да это видимо конечно говяжий фарш а там хрен его знает чё по запаху ну поприятнее да тут какого-то знаете такого прям отвратительного запаха нет как у той рисовой каши здесь что-то такое нейтральное я бы сказал слегка сладковатый запах и все больше ничего то есть плохого в нем нет слушайте а зачем я буду вываливать всю банку тоже такая странная история вот этого достаточно для пробы запускаем а с левой руки так посмотрим что у нас говядиной каша но мне кажется это будет поприятней она по крайней мере не воняет как-то затухая уже должно быть лучше в любом случае хоть если вкуса нет так она хоть не вонючая плохо что это опять рис который пригорает новые сковородки хочу это такое ой рыбий глаз в натуре смотрите какая-то мягкая пупырышка я не знаю что это такое если бы я знал что это такое я буду консерву сейчас выкинул отвратительный глаз какой-то адская сковородка конечно ну чё хватит ее кочегарить будем пробовать собственно видите консистенция но обыкновенный рис там кстати рис мне кажется крупнее был здесь какой-то маленький с примесью в парше примеси овощей здесь по крайней мере никакой не видно ну чё затащит офицерская каша рисовая или не затащит ну запах нормальный ну знаете скорее да чем нет то есть меру соленая слегка только когда приторный такой вкус но лучше гораздо лучше чем то рисовая каша из обычного пайка 5 баллов то есть жрать можно 5 я имею ввиду по шкале десяти конечно мясо но как бы не чувствуется потому что она раздроблена фарш но не противно сойдет что у нас следующее из обычного рп гуляш с картофелем давайте будем смотреть что за гуляш такой с картофелем вот такая чудесная станет такая вот оранжевая субстанция запах абсолютно нейтральный да тенись ты никакого запаха сказал как бы никакого надо разогревать вы только посмотрите во что мою сковородку превратили эти рисовые каши вся пригорела смотрим что за гуляш такой мясо говорят с мясом за счет как-то тут тут я вижу какие-то типа овощи знаете с картошкой и что-то как-то особо ну вот типа вот этот фарш опять фарш ну лишь бы ну типа чтобы наебать проще любое мясо сделать фаршем правильно то есть ты же абсолютно не имеешь представления что это было за мясо его перетерли прямо в пыль какую-то такое ощущение даже на фарш не похож то есть абсолютно непонятная история что будем греть посмотрим то так что это у нас так как хорошо что я свою с плиточку то с собой взял сегодня иначе обзор бы вышел не обзор с этими таблетками раза для разогрева придумали тоже прошлый век на самом деле что нельзя в набор вот такую плитку положить не вижу в этом каких-то проблем это гораздо упрощает жизнь так но тут она разогревается довольно быстро такая консистенция поэтому сильно не буду разогревать иначе невозможно будет есть ну что вот так то видите морковочка какая-то тысячу какая тыквы что ли что это такое ну знаете так честно говоря ну на блевать нем какую-то похоже примут не аппетитная такая штукенция на вид будем пробовать запах стать не изменился запаха у него нихрена нет никакого жабья слизь какая-то сладкая почему-то прям ну слишком причем здесь ну такая сладость в гуляш и зачем почему может из-за этого какого-то странного овоща оранжевого ну-ка еще не как сказать этим есть можно если только посолить наверно поперчить либо вообще его не есть он сладкий такое себе вообще такое ну что мы имеем собственно это была последняя увесистая консерва из обыкновенного рп то есть три позиции из которых только говядина оказалась самый хороший все остальное что рисовая каша что вот этот гуляш отвратительные зато здесь в офицерском у нас еще две тушеночки осталось это каша перловая с говядиной и каша гречневая с говядиной так как я риса пока что обожрался давайте попробуем кашу гречневую что она собственно из себя представляет смотрите по трубок сразу лежит сосуд какой-то блин приколистый а говно смотрите на вот это чудо е-мое на что это что это за в натуре такой патрубок что это но артерия наверно ли что оболочка вены какой-то страсть какая сука охуели совсем ну гречка как гречка мясо конечно он есть какой-то лоскуты какие-то давайте чуть-чуть попробуем нет никакого смысла ее все вываливать старт отлично не ну блядь я да я в шоке честно ну что это такое правда ничего это такое я не хочу как то вот это есть чуть-чуть за вахмута она и в жопу ребят я не настолько отшибленный чтобы питаться какими-то отходами в натуре ну по крайней мере вот в гречке если обратить внимание у нее есть мясо немножко маленькая такой с волокнами хотя бы не фарш этот сраный давайте хороша риша что по запаху да гречка как гречка так в принципе гречку ты хер чем перебьешь у нее запах просто вот этот термоядерный никакая вообще никакая 0 0 баллов ставлю не сладкая не соленая не горько не кислая а out полная вот нахуй так делать вот интересно мне знаете ну вот когда что-то же готовят это еще она же пробуют перед тем как будут фасовать там далее упаковывать в банке кто там стоит на этой должности вот этого дегустатора увольте его нахуй сколько народу погубил знаете я конечно все понимаю здесь в набор и перец кладут и соль и сахар но все же почему почему изначально нельзя сделать нормальный продукт нормальную закрутку почему чем проблема блять ваша это просто у меня в голове не укладывается я понимаю у всех там разные в предпочтения вкусовые рецепторы и так далее но но очевидно же что если вкус плохой и запах этого не исправить не солью там не сахаром это реально плохое кто там где-то дегустирует непонятно абсолютно вот уже я почти вот все это консерву перепробовал и мне больше не хочется покупать такие рпшки ну реально не хочется абсолютно последняя консерву вот из офицерского каша перловая с говядиной чую перловка сейчас даст просраться всем моим вкусовым рецептором перловка но это же просто underground на самом деле еще открывалась чека на пальце осталось ладно китайская супер ложка поможет ли она нам в этом вопросе давай рви и ломай ты сможешь работает а вот в такой ситуации попробую за пластиковая ложка из набора скрыть почему вот в такие наборы рп нельзя что-то подобное ложить я постоянно хаю китайцев но серьезно вещь в принципе рабочая нормально вилка тут никакая абсолютно да это вот трещотка из трех зубов но она хотя бы более-менее прочная кстати со свистком еще сейчас громко не буду свистеть чтобы животина не сбежалась перловка 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 все по запаху до хрен его знает тоже ебанский какой-то слегка надо разогреть так не поймешь уже я опять расстроился собственно думал что хотя бы в рпшки ложат более менее что-то съедобное а по факту они напоминают мне те же самые дешевые консервы которые я покупал на которые я делал обзор особо различий никаких нет такие же отвратительные еще хватит столько ну тут видите есть вот небольшие кусочки типа мяса но так в основном это все фарш как-то перерублено переварено старт я кстати однажды с помощью вот этой плиты в лесу отбивался от этого от медведя да и такое было я ее так поджег схватил и давай его наваливать ему у него шерсть загорелась так он убежал плитка неубиваемая разогревает просто в момент мне бы сковородку конечно другую надо было брать я чё-то я знал что она пригорает как в аду ну чё-то хорош хорош ну чё-то как-то все-таки взял ее чё за запах санина какая-то да санина вообще и ты пробовать то блять страшно странно не понял я в шоке она вполне себе съедобная она хорошая каша перловая с говядиной вот из офицерского пайка она гораздо лучше любой рисовой каши которая здесь была я удивлен серьезно да удивили реально удивили даже жрать захотелось нормально запах какой-то конечно отвратительный у нее ну правда а вкус вкус очень кстати хороший добротно пойдет подогрел я чуть-чуть водички пора запить эти все каши консервы значит смотрите в чем различие в двух пайках в офицерском шел концентрат со вкусом вишни и яблоко в обычном шел концентрат с смородиной ну не знаю давайте попробуем вишню и яблоко написано растворить в 250 миллилитрах воды в горячей в холодной не теплой ничего не указано и я тоже соответственно не знаю но я немножко подогрел ну пахнет приятно фруктовый конечно возьмем вот эту ложечку ложки прикольные в этом в офицерском конечно так но запах на запах после этих блять неуменяемых хавок вот услышать такие нотки фруктов 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 естественно очень приятно что она что это как она хоть на вкус прикольно прикольно возможно где-то каким-то моющим средством отдает ну где-то там но в целом в целом бабкин компот чё тут базарить нахваливать не нахваливать такое ну просто освежиться наверно не знаю запить вот эти голимые каши скорее всего другого назначения его просто в этом наборе я даже не знаю оставим тут еще нужно попробовать паштеты вот эти не некоторые буду запивать теперь хоть есть чем запить вот этот смородины я не буду разводить ну концепция понятно в принципе вкус будет абсолютно один и тот же ну плюс минус ну фруктовая вот эта бодяжка так что плитка мне больше принципе не нужно я все разогрел что нужно было разогреть осталось все такое можно захавать просто кстати если вас плитка заинтересовала а я советую поинтересоваться данной плиткой ссылка будет в описании заходите если понравится покупайте отличный вариант для любых походов для любого общего возни и для самообороны против хищных животных это я пожалуй засниму одним кадром смотреть здесь не на что доверяйтесь просто на мои вкусовые рецепторы здесь немножко десерта пюрешка там шоколад мед здесь вот паштеты давайте вот паштет нежный хуя не написано еще 0 нежный и нежный обычная вот эта вот консистенция как у всех паштетов они ничем не отличаются кусочек берем говно из говна никакой вот этот пресловутый уебищный вкус 90 процентов паштетов которые вообще существуют в мире вот это он сюда да и вязью печеночно пропавшие утки какой-то ненавижу их хорошо икра из овощей из кабачков смотрим вот такая вот оранжевая субстанция собственно икра кабачковая так сяк на самом деле как вот дома готовит икру икру кабачковую если кто закручивал там примерно то же самое нормальная кабачковая икра пойдет фарш любительский особый тоже не написано из чего но что я заметил перед употреблением рекомендуется охладить не нагревать интересно почему охладить ну-ка там какие-то страшные вкрапления жир это или что это ли мозги какие-то непонятно в любом случае на вкус это правда мозги куриные напоминает мне не алё фарш колбасный любительский посмотрим с виду примерно точно это похож раз получше я базарю вот как в детстве курам вареные гола вот это кромсал там мозг вот он на вкус точно такой же кто знает икра из кабачков это тоже было кабачковая они разные вот это кабачковая хрен знает с какого набора было я уже забыл но это жидкая то было чуть-чуть по вот это гавняний на вкус сука я не усек с какого это рп была каша нет а вот в этой руке с ложкой вот эта икра кабачковая гораздо вкуснее чем вот это это плохая когда кислая блядишь слюни потекли бекон армейский посмотрим что за бекон но этот конечно нужно было бы греть ну чудо плитку я уже убрал жир какое-то мясо тут ну а примут тушенка хорошая мясная тушенка на вкус бекон армейский вот действительно как-то заходит сыр плавленый ничем не пахнет абсолютно ничем блядь это масло нахуй да ну сука это сливочное масло галима это маргарин даже какой-то как это сыр плавленый это масло похоже сайте сожрать ложку масла сливочного вообще пюре из яблок попробуем пюре из яблок он жидко какая благодать после этого всего нажимать вот это вот ну люби ребят у кисленькая слюни потекли яблочное пюре отличное вкусное вот это какое-то яблочное повидло пюре повидло вот тут типа надорвать надо еще попробуем она внутри примерно такого света как это какой-то вкус из детства из пирожков раньше в буфете или в столовой школьного сдавали пюре из яблок она как бы она очень жидкая такой кисленькая а повидло вот это вот я ничего лучше наверно не ел за последние лет десять очень вкусная очень вкусная повидло где было купить я было трехлитровый банками покупал да это что-то надо вы дожрать я об одной это повидло ел да ладно да кто живо дело это фирма масле какое-то но это шикарная штука надо будет поинтересоваться продается ли она у них так отдельно просто шик сладенькая такое ладно увлекся паста шоколадно-ореховая это вот из офицерского пайка чего это тут за видите как-то она подсохла тут что-то вот крышка у нее я сказал сразу вот это видавшие виды какая-то упаковка сразу мне не внушило доверие она она даже еле это падаль какая-то дешманская даже не хочу ничего не говорить типа просроченная ореховая паста самая дешевая не более приятный бонус 20 грамм меда из офицерского пайка я мед уже сто лет не ел мне прямо интересно насколько этот мед вкусный невкусный а как его есть он не жидкий я думал он жидкий но мы только знатный тоже хороший мед я немного разбираюсь в медах в медах в меду был мед и нету меда хороший и что и собственно я все съел в принципе армейский шоколад чувствует такого удивительно в этом шоколаде обычный не ломающийся и хуя шоколад и не кусающийся тверже бетонных блоков наверно обычный извиняюсь уже не что-то назад все лезет обычный горький шоколад не более того вот эти галеты брикеты я естественно пробовать не буду тут у них ничего интересного это постный шлак а подождите офицерский шоколад еще есть это наверно был шоколад из обычного пайка я уже думаю справился посмотрим вообще не распечатывается охуеть он еще горче примерно один тысячный идентичные шоколадки очень горький не угрызешь только для топить их где-то нахуй заберите меня отсюда кто-нибудь ну что дорогие друзья вот собственно и подошел к концу мой обзор данных двух рп какие можно сделать выводы выводы неутешительные я бы так сказал сижу прихлеба вот этот напиток потому что до сих пор какое-то разнообразие не очень приятных вкусах присутствует во рту что принципе то ерунда ребятки ерунда смотрите обычный рп возьмем 700 рублей вот этот офицерский где-то полторы тысячи и того 2 200 2 200 за что за несколько пакетиков чая за херову гору вот этого хлеба безвкусного сухари эти галимы паштеты неуменяемые немножко повидло шоколад горький отвратительный твердый шоколад индийский слоновый чай всякий и консервы вот эти собственно консервы из которых вот я их тут все выставил всего сколько раз два три 4 5 6 6 7 6 или 7 консервов было четыре больших те всем консервов две из них внутри с натяжкой более-менее съедобные все остальное мерзость реально мерзость за 2 за 2200 рублей на самом деле можно взять собрать себе в поход куда-нибудь гораздо лучше хавчик чем то что у нас представлено в рпшки но здесь стоит отметить одно но безусловно для различных экстремальных ситуаций рп можно держать как говорится про запас можно также его можно ввозить там собой грубо говоря где-то в машине брать в поход я считаю не стоит это не хороший вариант вы можете взять с собой там шматок мяса сало немножко серого хлеба хрен с ними сублиматов каких-нибудь хоть их и не люблю элементарно это обойдется гораздо дешевле и не будет постороннего количества вот вот этого хлама здесь же по сути смотрите стол завален хламом пакетики брикетики столовые приборы там спички вот это вот все какие-то компотики какие-то соль сахар перец там вот это вот чепуха какая паштетики да они никому не сдались эти паштетики если бы они еще были съедобными ведь реально почти все из этого паштета что я попробовал на вкус ну гадкая вот и все понимаете в чем суть хотел как говорится попробовать и рпшки попробовал сравнил я не хочу наводить этот чай я не хочу пробовать вот это кофе из 90-х элементарно это меня как-то удивить нет конечно вот пожалуй все выводы такие хранить дома про запас может может быть может быть да брать с собой в походы покупать намеренно кому-то на подарок и прочее нет ребята нет не позорьтесь не дарите вы эти рпшки там мужикам на 23 февраля или на день рождения не надо купите бутылку и водки и шмат мяса пожарьте все идеальный подарок 2 килограмма свинины или говядины лучше любого вот этого рп не надо заниматься всякой чепухой а вот эти вот всякие приблуды падут наподобие тут походных там охотничьих спичек разогрев с помощью таблеток таблетки для чистки воды тут какая-то витаминка это понт это просто понт ребят прежде всего эти пайки разрабатывались для определенных условий для определенного для определенного скажем так как для определенных задач не надо вот на гражданке как говорится в быту использовать данные наборы они не имеют скажем так и необходимости для этого покупайте обычную хавку и радуйте себя и друзей жарьте в походах готовьте обычное мясо и будет вам счастье не занимайтесь чепухой всем спасибо за просмотр до новых встреч